Когда я сюда ехал, я вспомнил очень, на мой взгляд, забавную шутку про двух путешественников, которые шли по лесу, и в какой-то момент они поняли, что за ними бежит волк. Один очень быстро начал снимать свой рюкзак и надевать беговые кроссовки. Второй с неудумением его спросил, «Дружище, что ты делаешь? Ты что, собираешься убежать от волка?» Нет, я просто собираюсь обгнать тебя. Мне кажется, эта шутка сейчас настроит нас на определенный лад. Мы поговорим про креативность сегодня, про стратегию и про то, как мы, работая в стратегии в рекламе, пытаемся немножко подняться над проблемой, посмотреть на нее с большего... про сто раз больше высоты, с другого угла. И здесь очень важно сказать, что я не планирую, в каком монологе вести эти последующие 50 минут. Это скорее больше пророцировать какое-то мышление, какие-то новые идеи и предложить еще одну такую кристаллическую решетку, который вы, если вы работаете, допустим, пленером, стратегием, creative person или account, или on the client side, неважно, сможете использовать. И по большому счету это можно назвать 50-минутным стратегичным спринтом. Дело в том, что эта часть более расширенного семинара, три с половиной часа. Я постараюсь максимально быстро такие основные блоки упаковать сегодня. И чтобы это было наиболее эффективно, пожалуйста, поднимите руку тех, кто пока еще учится, кто еще не вошел в профессию, кто же планирует это сделать. Окей. Кто работает в агентстве? Окей. А, Client. 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 Yes. Окей. Хорошо? Только поехали. Все наверно известны, хорошо известны, особенно после перевода его книги на русский язык, John Serrjohn Kegertzek, основанный PPA, который был изгруппшейся в стратегической программе в планах. Но так давно я сказал, что реклама, главный бизнес, в первую очередь, это печатный бизнес. И мы сейчас будем много говорить о том, как люди в рекламе подходят к тем задачам, с которыми мы складываемся. И если вернуться вообще к предпосылкам, почему планирование появилось, почему стратегия рекламирования появилась, то вообще все, конечно, начинается еще раньше. Но, говоря про планирование, это 60 центов, это Лондон. И на тот момент, в принципе, все из Огенов, США и Лондоне работают именно с этим новой схемой. Есть Gountiful, это Client Service. Это одна сторона. Есть Crazy. Да, есть некий Crazy директор, который, по большому счету, получает функцию человека, который двигает бумагу по офису, графически смотрит на работу. Ну и, в принципе, то, что те, кто смотрит, смотрел с реаллаймом, примерно так. Окей. Тем не менее, во время работы абсолютно в стихийном порядке эти люди пересекаются. Несмотря на то, что они в разных отделах, они пересекаются. И как раз так его пересечения всегда находятся, как многие понимают прекрасно, междисциплинарные вещи очень интересные. Там находятся интересные решения. Окей. С этим жили. И в агентстве, которое сейчас называется BMP DTP, или агентстве JWT, несколько человек, с одной стороны, это Стивен Кинг, но это другой Стивен Кинг. А с другой стороны, Станли Болин, они поняли, что эту функцию необходимо пометелить, систематизировать, и уверенно ей управлять. Окей. Таким образом, они выделили эту функцию в планете? Что это за функция? Это для людей, для профессионалов, которые стараются посмотреть шире, какую проблему мы решаем. А в конце концов, BMP DTP должна решать, какую из них. и поэтому нужно смотреть на людей, на рынки, на любые компании, возможно, на еще большие концепции. например, на русском рынке, на рынке отелей, на рынке страховки, или, например, Бунха, банк, США, целиком маленький банк, тем, что, на самом деле, на рынке даже банков, скорее, бренды и кафе, и третье место. И это, действительно, 90%. Окей. В то же время, за счет этого разделения, появился такой темный стратегический миф по стратегии. Что это за муты? Окей. Миф будет примерно так. Стратегия обязательно входит куда-то, допустим, мифинга. Обязательно в темный кламетр. Где происходят какие-то просто всплески, вспышки его мыслей, он загружается в голову всякой артопологической исследовательской информацией. И в течение ночи он приходится в данный момент, когда говорит «Еу, Тебрика!» Отлично. Приходит креативер, приходит и слышит «Ау, оу, это так ущемляет! Здорово!» Потом, естественно, сделает просто работа, при этом он с этим не выходит, не привлекается на работу, и, как заказывается, получает награды, все хорошо, очень интересно и прочастно. Скорее, здесь вопрос в том, что между людьми, вообще любыми в нашей профессии, такая война двух волков. И вот на вопрос «Кто вы победите?» ответ очень простой. То это больше первичек. И первый, он описывается очень просто. Если ответить на вопрос, что нужно креативной команды в агентстве, то это три простых вещи. И на самом деле сегодня я вообще ничего, мне кажется, нового не расскажу. но максимальную просчетку картину мира, которая у нас сейчас есть, тем, кто еще в рекламу не защелывать работать, наверное, даже хорошо, потому что вы еще пока трезво смотрели на вещи. Да, то есть все, кто там уже, вместе со мной, с нашими коллегами, кто может, если мы как-то немножко посмотрим на вещи с другой стороны, более, наверное, полезны для нас. Окей. Так вот, первое. Что происходит за креативной командой? Простота. Все должно быть очень просто. Во-вторых, все должно быть еще понятно и ясно. В-третьих, стратеги должен лучше вести свою команду на три уроки. Три простых внимания. И, как говорит мой креативный директор, Егор Гаврилев, то, по большому счету, я должен чуть-чуть злиться на то, что вообще у нас агентство строится по принципу стратегического агентства, то есть функция стратегии, она первична. И, тем не менее, говорит Леша, я понимаю, что хорошую стратегу, в конце концов, делать колонитную работу креатива. Это еще важно. Очень важно достаточно сознательно подходить к вопросу, где какая половина начинается и где какая половина заканчивается. Об этом еще сложно бывает. Что креативщики точно не хотят? Это сложнотронок. Сложности. Усложнения какие-то. Это какая-то неразборчивость, неоднозначность и нагроможденность вообще того, что происходит. Это брифель, который при нас был. Ну и, наконец, очень жесткого предписывающего мышеля. То есть, каких-то жестких директив. То есть, стратегик должен давать русловики. Ни в коем случае не говорить, какие стилины тебе нужно перебивать. И так далее. Это уже отвечает к креативной команды. И поэтому, наверное, поскольку сегодня совсем так обстоит, многие креативщики и креативные команды не любят клеймеров. Я, в принципе, сам не люблю клеймеров. Хотя и клеймеров. Но с этим сложнее. Вообще, в принципе, наверное, люди, которые стараются понять свою профессию более милоко и просто смотреть на нее, наверное, еще исторически, они понимают, что для нас важно любить всю картину темито. Понимая вообще, как это делать, работать, вообще, какой бизнес бы делать. И поэтому нормальную человеку в профессии, в принципе, и это очень сильно видно как раз таки коммунисты в агентах, поскольку там случилось. Поэтому поэтому очень нравятся люди, которые сильно себя ограничивают в банках своего конкретного делота. Бо-бо-бо, я плейнер, не буду сейчас с вами креативный концепт. Поэтому, если поговорить еще раз о процессе, очень часто в типовых агентствах, которые обязательно называют себя креативными, и вообще, в принципе, слово креативность, оно ведь очень сильно обесценено. Оно... Ну, сейчас если мы там достанем визитки, посмотрим на визитки наших коллег, знакомых, и везде какой-то креатив. Креатив аккаунт, креатив стратегист, креатив оператор, креатив футболист. Все стало таким-то очень креативным. А почему? Все хотят немножко больше заработать, потому что вроде как, если ты назвал что-то креативным, то можно быстрее побольше еще. Ну, как-то... Надо как-то это подтверждать. Окей. Так вот, традиционно ситуация выглядит в следующий момент. Окей. У нас есть клиент, который покупает в агентство, с ним общается account service, клиентский сервис. Дальше креатив попадает в стратегу. Стратеги делают гонилами, делают, соответственно, бейки для телекоманды, эти накануны отрабатывают по грифу, и, собственно, все происходит дальше в известном всем порядке. А также метрофагирование и так далее. Окей. Это очень хорошо, но в этом плане я абсолютно согласен с плейдером, который в своей рее очень сильно меня удушевил. Это Хайда Эккерман, бывший директор по планированию BBH New York. Она очень хорошо назвала эту глупую ситуацию, которую на английском звучит «Hands off», да, руки-блаж. По большому счету, очень часто, поскольку фабрика работает, и должна производить, этапы работы передаются очень формально. Это плохо. Это очень сильно влияет на рейсинку, который мы делаем. Особенно проектная стратегия. Я не видел ни одной стратегии, которая написана на фабрике. В том смысле, что помимо Brink, они были как раз с клиентом каких-то дополнительных встреч, понимания. И большому счету, чтобы понимать, как эта машинка работает, понимать, с какими людьми мы работаем, они действительно хороши, в том деле или нет, и хочется с ним вообще дальше иметь дело или нет, и что дальше делать в своей карьере или вообще не делать. Здорово понимать как раз всю вещь журналистом. И в этом плане модель скорее, должно строиться таким образом, где есть очень много повещений как незамереждая, и очень много итераций между командами. Плюс они способны работать в правильном режиме. То есть, после того бриллинга креатива планет не должен выходить в процессе. Он должен находиться в процессе и, по сути, работать в процессе. Тем самым, усиливая экспертизу команды после того, как я взгляну. Как в головах как в пакета, и изговоров, так что нет ничего более сложного, чем группа лейнеров, стоящих за ним столом. И в этом есть, на самом деле, очень много ссор. Потому что, повторюсь, здорово, когда люди работают головой, когда они задаются дополнительные вопросы или не дают какие-то вещи на ее здоровье, когда они достаточно широкие в своей экспертизе, то есть они не понимают, в чём суть работает Николай, при этом они, естественно, ответственно подходят к своей основной функции и её, собственно, завивают исключительно. И здесь, наверное, поскольку оригинальные есть Литвы, и, мне кажется, работают поэтами, даже сейчас Павел, но сейчас его бюро быстрее пойдёт, вторая религия – это, по сути, баскетбол. Так вот, у нас многие тренера, они придерживаются принципа total gameplay. Когда на самом деле хороший центровой, он точно бьёт трёхночковый, а когда хороший защитник абсолютно нормально должен заложить сверху. И вот ещё и здорово, потому что в этом плане это как в голландской сборной футболе, наверное, футбол ближе к российскому, но голландский футбол ровно по тому же принципу, тогда неожиданно знаешь какой-нибудь лучший его геймер. Хотя, не знаю, может быть, вам не нравится футбольная аналогия? Ну, окей. Очень часто в агентском ситуация выходит в следующем области, да? Player – вариант с player, о плейнинге, и, в итоге, в итоге, play – какое отношение к плане честного применения? То есть, окей, сейчас мы расскажем о стратегии, давайте мы посмотрим чуть побольше. Окей. А теперь к этим наказуемся. Какая международная связь? Очень часто вообще непонятно. Я это очень сильно расстраиваю. Почему? Потому что мы последние, мне кажется, лет десять сожрём во времена таких жирных, толстых, абсолютно потерявших свою ценность слов. Да? Big ad words. Это как раз-таки стратегия, это креативность, как мы говорили, большие идеи и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы говорим, мне кажется, во-первых, очень интересная особенность, например, рынка в Литве и Польше. Мы всегда говорим там на чистом языке своём, в одном. Дело в том, что все слова, они переведены в языки своих стран, и люди очень мало используют в Литве. Интересная особенность. На мой взгляд, оно понимает, ну, ближе быть к сути вещей, потому что ты оперируешь с другими на том. Если же есть в комнате люди, которые, допустим, уже в английском, если это не такое топовое сетевое агентство, где, окей, весь процесс, в принципе, идёт на английском языке, клиент, на английском языке, это да, окей. В других ситуациях очень часто все эти слова превращаются как просто абсолютно бесполезные, бесспомощные и бессмысленные мастерства. И что самое плохое, часто мы используем очень умные слова, чтобы прикрыть очень грустное, скучное мышление. В то время как, скорее, нужно использовать очень простые и очень часто скучные слова, тем самым, ну, скорее освобождать какое-то пространство для более интересного мышления. Дэйв Трок, с которым я посчастливился познакомиться лично несколько месяцев назад, на семинаре PG, как раз, с ситуацией, как раз, и Максим, сказал очень здоровскую вещь, потому что умность, изобретательность мышления, она прямо находится в обратной пропорциональности как раз таки длиннее слов, которые мы используем. Это очень важно. На самом деле, для брифинга, это очень плоско важно. И как раз таки, чтобы вот эти все понятия синхронизировать, и как-то договориться вообще, достаточно давно, в 70-е, создана была как раз APG, Ассоциация стратегов, пленеров, где проходит очень много семинаров, практически каждую неделю происходит встреча, по этому поводу достаточно грущу, что я пока еще и там живу. И все эти люди имеют возможность синхронизировать мышление. Причем приходят люди, опять же, это очень важно, не только из планиров. Приходят креативные директоры, приходят копирайтеры, приходят артеры, и так далее, и так далее. И люди пытаются настроиться на одну баллу, чтобы делать лучшие продукты, лучшие сервисы. И как раз таки на одной из этих встреч Дэйв рассказывал интересную ситуацию из его жизни, когда он вместе со своим аккаунтментом, с директурным клиентским сервисом, участвовал в футболе, на одной из рентейлеров, и они были на встрече, и в какой-то момент пришла и появилась Майк. Он сказал, окей, я все понимаю, на английском у вас звучало примерно хорошо. Well, in order to increase your stop turn, you need to optimize your own shelf module. Вот. На русском примерно, наверное, чтобы увеличить ваш лучистый оборот, вам необходимо оптимизировать ценное предложение на линейку SKU на ваших блоках. И я подписывал, well, that's what you just want to eat. Ты абсолютно понимаешь мою проблему. Это то, что мне нужно. Они вышли себе в машину на боковке, и Дэйв спросил, слушай, а вот ты когда сказал вот эту фразу, ты что, ну я не понял, потому что я не понял. На что его коллега ответил. Ну вот, все очень просто. They make it cheaper, people buy more. Если скидок дадим, то будет больше покупать. Подожди, но почему ты так не сказал ему? Дружище, ты что шутишь? Ты хочешь, чтобы нам отдали на ключе двухмиллионный хуит в фунтах аккаунт за то, что мы пришли такие и сказали, сделайте скид, и у вас будет лучше продаваться? Здесь нужно понимать, что, например, для аккаунтов, тот язык, на котором они общаются с клиентами, он действительно часто тяжеловат. И огромная проблема с тем, что их критик чувствует дальше. Он уходит. Мы не будем креатив, и в итоге мы увидим то, что вы увидите. И здесь нужно очень четко проводить этот раздел. Потому что для клиентской стороны вот эти бросим его ап, такие креативные фразы, это очень важно, это нормально. И там этот язык. Но его обязательно нужно приводить на очень простой, человечный. Потому что представьте ситуацию, и в ролике мы тоже выходим, появляемся в центре графа, и говорим, Hey ladies, you know that to increase our structure, we optimize our own shell functions. Ну да, конечно. Вот прямо так вы и сказали, что чтобы этот весь оборот увеличить, мы увидим и скажем, и у нас скидки, у нас теперь дешевле еще в Tesco, еще где-то и так далее и так далее. Это много проще. И на самом деле с рекламы очень много проблем. А с рекламы много проблем, которые заключаются в следующем. В России оборону прошлого года заставила порядка 340 миллиардов рублей. Это в принципе все. Мете размещение? В принципе самый серьезный. Это все-все-все, что связано с рекламом, по оценке рекламы. В рекламентарии, с аналогичных периодов, этот бюджет равняется порядка 19 миллиардов рублей. Если перевести те рублей в эти группы, то это там где-то 4,5-5, где-то 19 миллиардов рублей. И есть небольшая проблема. Интересные данные. Читали их Нильсон. И они запишаются в следующем. 4% рекламы запоминаются положительно. 7% запоминаются, ее помнят с какой-то аффициацией, представляющейся, с какой-то аффициацией. Но самая интересная цифра это вот эта. Они любят очень много говорить Дэйв Троук. Человек, которого 70 лет, он по-прежнему до семнара и по-прежнему возлагает в свое агентство как рейтинг. Это 89%, которые, в принципе, проходят незамеченно. прицепиют у людей. То есть они не попадают на радар даже. Мы взрослые. И если об этом говорить более жестко, то по сути это порядка семнадцатых для рынка ОК, для рынка России, порядка трех миллиардов футов стерлингов, которые здесь напрашивается по словам. По сути, в ходе, скажем так, неразумно израсходовая так называемая тупая цель, которые используют очень длинные и сложные слова, чтобы проходить свое очень часто по такси лучше. ОК. И я надеюсь, всем хорошо известный в оригинале ОК. Сказал очень хорошую фразу в свое время. If you read the toys and ghosts, everything houses academic. Если просто наши рекламы не видели, все остальное, ну это теория. Все время, когда я учился в школе и не просто живущего литвиря, в моей художественной школе очень много внимания взяли в Ваухаус. Тому самому, который в тридцать летом прикрыли нацисты на школе на маркете. Где основным принципом была очень простая мысль, которая звучит следующим образом. ОК. Стреляется за функцией. Сначала мы разбираемся с одним, потом разбираемся с другим. Так вот, перед нами стул. Очень понятный. Какая его функция? Сидеть. Сидеть. ОК. При нами другой стул. Очень, мне кажется, креативный. Но он абсолютно не справится со своей функцией. Это будет неудобно. Как видите? Правильно? Но поэтому очень простая, опять же, касаемые две новости. Хорошая и плохая. Плохая новость, что, повторюсь, о чем я с вами буду говорить еще раз, это чертовски просто. А хорошая новость, что то, о чем мы сейчас говорим, это чертовски просто. Так вот, первое, что мы разбираемся, мы определяем функции. Второе, мы, исходя из этой функции, которую нам нужно выполнять, разбираемся с мухой. И именно поэтому мы в том состоянии оценить, собственно, то, что мы здесь в России, оно не столько хорошо. Потому что оценивать мы будем российские продукты, это как форма справляется со своей функцией. И поскольку мы в рекламе решаем не рекламные проблемы, а на самом деле, по поводу бизнеса, иная, как мы говоря, с позицией стратегии, пленера, это приличная функция, для того, чтобы вы решать неожиданную задачу. Мы не смогли с подачалки. Об этом многое связано. Большую цифру приводит к успеху, потому что в течение года мы увидим более тысячи сообщений. В целом, мы стали просто с увеличиваться. Далее про коммуникацию. Есть очень простая модель, опять же, которую я подсмотрел на территорах. Она чертовски проста, и, мне кажется, просто добавляет еще одну хорошую простую формулу башляка, которую мы можем применить сталкостью. Таким вариантом коммуникации, в принципе, все-таки мы решаем проблему бизнеса частно через коммуникацию, в принципе, через коммуникацию. То со дня, как мы родились, до дня, когда мы покинем мир, есть очень простая вещь. Мы постоянно ведем какие-то диалоги. И тут, вау! Недавно, с проблемием суши, и так далее, вдруг все подумали, что, ну, Лассан, за рекламу это тоже дело. Вау! Вот это родная связь! Что это самое? Как будто это было раньше. Ну, а так вопрос умеет. Когда на смену кинотеатра пришло телевидение, у нас смотрелся интернет, сейчас смотрелся интернет, сейчас смотрелся интернет, сейчас смотрелся интернет. Сейчас так работал, так работал. Мы опять включаем голубы и решаем, кто-то был инструмент с искрением медиа использовать. И нужно понимать, здесь три вещи. У любого публикации, которые мы делаем, у любого данного сообщения, должно быть три составляющие. У любого сообщения в диалоге, в принципе, два составляющих идеальных. Это сообщение должно отвечать, во-первых, тому, что оно имеет доступ, оно обозначает себя на радаре просто заметно. Второе. Оно должно себя коммуницировать. Оно должно что-то нам говорить, сообщать что-то. И третье. Оно должно быть достаточно любительство. Все очень просто. И здесь, может быть, такой пример. Ну, предположим, я вернулся домой, предположим, что у меня есть жена, и предположим, что мы сели смотреть телевидение. И тут я забегу, и я так сижу, и вот пока мы с владеем каким-то сообщением, ничего не случится, вот мне никто, к сожалению, не сделал. Да, что я должен сделать? Я должен обозначиться на радаре. Да, я должен сказать, что предупреждает. Наташа. Наташа! Она в какой-то моем свидетельстве. Да? Преднача очень интересная. Она смотрела на меня, смотрела обратно к телевизору. А я ей так... А вечером вынесу все. И в этом плане нужно понимать, что 89% рекламы, о которой мы сейчас говорили, они проваливаются на первом этапе. То есть мы, в принципе, не замечаем. В принципе, нет радар. В то же время многие агентства фокусируют свое внимание, всю свою работу на том этапе, который, по сути, уже есть третий. Мы только по-моему, пробуждаем. Да, и не только. Почему нас должны заметить? И мы там думаем про... О, пришел новый бриз. Надо понять тональность бренда. Окей. Так, нужно определиться, еще и сообщения на разные цифры. Вообще, нужно быстрее. Но дело в том, что, по сути, то предложение очень важное, которые никогда не пишут в брифе, это нормально. Потому что, по идее, априори, понятно, должно быть сет. Реклама должна быть замечена. Я люблю виды, но когда брифы, мне кажется, никто не будет видеть. Вы знаете, и... У нас же реклама могут заметить, потому что главное, чтобы она была убедительной. Ну, как-то это было. Поэтому, поэтому, говоря о стратегии, это функция на рынке для брифы, чтобы смотреть на большее количество вопросов и постоянно задаваться вопросом, которые совершают проблем. и очень важно ответить на вопрос, да, кто это делал. Можно ответить так, как делает плейер. Опять же, почему? Потому что аккаунт, они очень часто заняты тем, чтобы брифы с шосточки его пришел, чтобы собрались на тигу, и сейчас. Окей, это хорошо. Правильно. В то же время, очень часто, прям вот такого клише поведения, креативно делал, думают исключительно о том, чтобы были хорошие награды, и так далее, и так далее, и пласты. Но, на самом деле, у клейеров тоже есть свои бортс, награды, это и инжи, и адви, и эфи, и так далее, и так далее. Тоже разу не пустил полонет, но все-таки, в первую очередь, в первую очередь, люди должны помочь, чтобы все как-то работало. И здесь, очень быстро мы сейчас разберем, уверен, что для всех известны, но в то же время, наверное, не для всех известны, с точки зрения того, что там за стеночкой происходило, кейс о горилле, известном тоже в комнате. И эта история правда, стоимость которого более уже на 150 миллионов года, это, соответственно, кабель. так далее. Так вот, вы ведь хорошо помните ту рекламу, которая была на горилле, на горилле, на горилле. На горилле. Очень сложная. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. на горилле. на горилле. На горилле. на горилле. На горилле. На горилле. На горилла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично, не опускаете руки А при этом вы улыбались? Если вы опускаете руки, значит вы не улыбались Ну, на самом деле, это были такие, которые анонсировали весь этот запуск Да, и честно говоря, очень интересна вообще история, например, копирайтера, который эту работу делал Это Габраль, который не так давно сделал, куда направо попал, а потом появился как режиссер для совершенно бесподобного ролика для Икеи С падения на кровати в воздухе Ну, не важно, это сейчас не важно Так вот, вот Крейт, да? Да, и здесь говорится о том, что он ждал этого момента всю свою жизнь И сегодня в полодинства на канале 4 Ну, на самом деле, как раз таки, давайте немножко диалога Ситуация, как вы думаете, почему эту работу вообще сделана? Работа, в которой единый бюджет составлял порядка 4,5 миллиона пунктов Производство порядка полумиллиона пунктов Что на текущие деньги, соответственно, где-то около 10-11 миллионов рублей Что если около 10 рублей, то это очень приличные деньги Фактически Было очень важно Вопрос какой Что вы думаете, в какой ситуации оказалось агентство? В какой ситуации оказался Грайн Кэнбери Чтобы пойти на такой ход? Патруль Патруль Ну, напитываются какие-то мысли Это очень важно Сейчас здесь порядка 100 тысяч человек И с возможностью узнать мнение было до 100 человек Это интересно Цель, наверное, может появиться Она будет в конкуренции, прочитая И сейчас будет говорить Окей Окей Еще один вопрос Вирус нахват А, кстати говоря, вот как-то мы говорим вирусом Я просто абсолютно своё отношение к теме вирусом Вот что такое? Приходит задача сделать вирусом Как мы описали, что в результате Что значит это? Что бы что? Что бы что? Что бы что? Вот, на самом деле, там и человек сказал, что самая важная вещь И мы получаем бесплатную эти точки Пока мы там говорим про очень много суток зрения Так вот, окей На самом деле в двух словах Во-первых, эта работа была очень эффективной С точки зрения всему, что мог бы исследовать Стены, Сниксон и так далее Это одна из самых эффективных вообще работ В Британии за последние 20 лет И тут нужно понимать одну вещь Очень часто люди говорят Так, если реклама хорошая, всё хорошо продается На самом деле нам может нравиться реклама Мы при этом можем абсолютно не покупать продукты Это очевидно, например, если мы говорим в категории люкс И это очевидно совсем другими, более демографичными марками тоже И это нормально Потому что То, что часто мы забываем Это то, какую функцию мы ещё как Реклама Привернутина Даем Это функция того, что мы поддерживаем Просто-напросто продажи Причём, например, с точки зрения дистинуции И здесь, если говорить о ситуации Здесь было две вещи Во-первых, четыре года подряд Доля бренда сокращалась Хотя при этом можно понять, что это бренд номер один Это бренд А Это лидер У которого, там, столетняя история И у которого весь мир Но они заметили, что А Доля рынка в принципе сокращается В Их всё меньше покупают молодые люди При том, что основная аудитория Которая кастрюля Которая кастрюля Сюда на рейтинг Приверс 35 Плюс Как гидро 35 40 Плюс С молодёжей не работали Более того Дидлилуса была только в Крупных Дитейл Магазинах И тут вопрос следующий И тут вопрос следующий Упускали молодую аудиторию Упускали дистрибусы в маленьких магазинах Упускали И вернёмся вот в том Упускали Что вам может понравиться И я думаю Не потому что я вот не люблю Потому что я не хочу попробовать А потому что предполагаем Я сейчас захотел шоколада Любой из нас я послышал шоколада Что мы пойдём Сделаем Мы пойдём вниз Подойдём к Афетерию В магазинчик В нашем офисе В доме И так далее Посмотрим, что у них есть И вот Для любителей брендов Ну что, хотите сказать Что если там не будет Cadbury Я через два блока Пойду в большой магазин Скорее всего Возможно, что там хуже Тот бренд, на которого Лучше дистрибуция Просто он есть на пол Всё, в точках А Cadbury не мог Кстати, на пол Они, во-первых, выделяли Примориально Они игнорировали Эти точки контакта Как раз так Где было очень много Молодого аудитории Которого они пропускали И они понимали Что В долгосрочной перспективе Они выпускают очень много Потому что Эта эпоха Когда, в принципе Молодежь очень активна И потребляют И другому Они приносят этот шоколад Своим друзьям Могут прийти в семью И так далее Именно поэтому Вся эта коммуникация Позволила Во-первых Любому сейлз-человеку Который занимается дистрибуцией Приходить в маленький магазин И Говорить Слушайте, у вас нет кабель Давайте мы поставим Вот пару SKU наших Пару продуктов Мы говорим Нет, ты знаешь, вы как-то Старомодный У нас много молодежи Они так очень На вас реагируют Ой, не надо О-о-о, полегче Ты вообще видел, что там уже 5 миллионов просмотров За один вечер Да-да-да Это про вашу аудиторию Посмотри О, у тебя сын смотрит Посмотри Клевая Ну ладно, давай Да-да-да Я пару тебе витрин Маленькую Вот два SKU наших Окей Оно уже появилось на пол Хорошо Да? Продукт уже есть Очень важно Да-да-да Мы включили Есть Вот На самом деле, опять же, да Но вы же сейчас не думали о такой фразе Это вот опять же, мы когда в своей темной стратегической комнате сидим рассуждаем о кейсах Ну, интересно, а как вы думали? Наверное, вы подумали, что вот, сейчас я почувствовал вот этот трепет, это твое чувство, я захотел, что не, а вы просто улыбались, это было хорошо, а не улыбались Это то, что им нужно было Да? Это как раз таки первый такой, по большому счету, большой и грустный кейс Да? Когда именно ТВ и Юзию сделали одно и то же И это очень сильно вызвало среди живых людей желание поделиться просто таки Да, это интересно И как раз таки тот самый бюджет, о котором мы говорили, около пяти миллионов фунтов Он вернулся буквально через два месяца в размере шести В качестве медиа, который мы заработали на уровне пива Ну, распространяя то, то есть, в принципе, мы, можно сказать, заработали еще на трепетах И важно сказать, что эту рекламу нужно тестировать Это делали «Hall of Partners» Одно из ведущих лодезей и количественное и качественное исследовательское место И здесь важный момент, что да, техники были старые То есть, ровно вот как я сделал, да? Спросил, да, что вы думаете о этой рекламе и так далее и так далее Ну, и все же сразу начинают такой «lake smart», да? Так-так-так, как вы еще здесь делали? Не-не, вам нужно поставить собаку, значит, здесь, ну, и начинается вот эта история И вообще, больше шоколада там логотип сделать, вот это, ну, то есть, ну, мы все же люди Видим рекламу, начинаем что-то фантазировать, да? Здесь было по-другому Во-первых, велась запись эмоций на лице в течение макросъемки, в течение всего ролика И то, что люди улыбались, это уже была хорошей метрикой для того, чтобы понимали, что окей, работаем Вот эти все вопросы, а зачем здесь гоню и так далее, этот вопрос не возникает, если его не задают Остается просто очень хорошее пятно, что мы помним право, и у нас сразу другие ассоциации с этим Становится действительно более свежим, более молодежным, более интересным, каким-то прорубным Мое место мы, в принципе, видели на своем ротаре, летом чертовского Потому что до этого Никлана Кальбери не отличала эти макросъемки И вот именно такой подход, он позволяет, собственно говоря про волков, говоря про стратегию рекламы, позволяет Мы ведь очень жестко кверху условия находимся, да? Это может расти, это может не расти И мы либо растим, мы потом что-то поговорим еще Я там такой большой инструмент для просто подхода к стратегии креативности Или мы откусываем долю времени Все очень просто Ну, то есть, мы можем, это нормально И здесь очень важно понимать, как работает тот человек Кто его читал какие-то книги? Тоже очень хорошая мысль от Дэй Фроу И, соответственно, он большой поклонник того, то есть, у Варии и Рештайта Которая заключается, в общем-то, в одной простой фразе У это машина, которая создает паттерны постоянно, да? Какие-то блоки И вот эти формации, мы там первые выставим И когда мы появляемся на свет, опять же, по Фрейду, мы в таком состоянии Все и все Мы вообще часть мира, не отделяемся только как я Да, постепенно мы понимаем Суем пальцы в рот, там, одежду, там, все пробуем, да? На самом деле, что мы делаем? Просто понимаем, это я или не я? И так далее, опять же Мы все это не пробуем Очень интересная мысль, которую озвучила Кжара И так далее, она следующая В России, где культура брендинга, она очень подросток, по сути На одной из фокус-групп, которые они проводили Было очень интересно наблюдать, когда на столе оставило огромное количество газированной воды Сладкой Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Zero, Coke Да, и так далее, и так далее Очень много Спрайт, Coca-Cola, Coke-Cola Опять же Zero Light, и так далее, и так далее То же самое Pepsi, Schwartz, и так далее И если в Штатах эти фокус-группы проходили на волне того, что люди думали, что у них огромный выбор То вот как раз таки в России Мост-группы работают таким образом, что они говорили, что у них огромное выбор не дали Это же все просто сладкая вода Да? Такой вопрос, вот если Сейчас поднимем первый раз, сколько пальцев? Десять, да? Скорее всего, не факт Но, может сказать, работает Нам проще И сейчас мы превратимся на небольшой коммерческий блог Он очень простой Поехали На начатке Просто много говорят Первая реклама Это очень хорошее упражнение Dave Trout Очень круто Вторая реклама Третья реклама Четвертая реклама Пятая реклама Шестая реклама Седьмая реклама Восьмая реклама Пятая И Ну, очевидно, что Мы запомнили, да? Было много-много куклов Один потолочный Поменьше И был один икс Да? И когда вот все делают По-больше, поменьше, потолще И так далее И так далее Да? Есть те, кто делают куксы Куксы, причем Как мы понимаем, неотопленные от реальности Да? Креативность, ради креативности И так далее Очень С четким пониманием Что мы делаем на рынке Что мы на нем меняем И Если посмотреть Внутри нашей головы Да? То вообще, что происходило сейчас? Да, вот Вот это вот Это вот Те 20 рекламных плодов Предположим, которые мы увидели Да? Какая доля Еще раз Какая доля Ума Так скажем Какая доля Внимания И какая доля Внимания Одного такого плода Их было 20 Одного процента 5% Окей 5% Хорошо Но теперь держа в голове То, что мы Все расслабываем На паттерны Погруппируем Сделаем упражнение По-другому Да, в общем-то Вот оно все Появилось У нас есть Вот такая вот история С иксом Правильно? Правильно? Правильно Правильно В этом случае Какая доля Так Очень просто Как я говорил Две новости Хорошая Погруппа Очень просто Очень просто Очень просто Мы можем понимать Что сложно Отличиться От других Стараясь Прямо быть Такими же Как все Другие Тоже простая И сейчас я покажу Очень простой Бинарный гриф Прямо Очень простой Две ситуации Которые У нас могут быть В принципе Мы Хорошо Первая Ситуация Мы Растим Людок Нужно понимать Нам нужны Новые Пользователи Нужны Новые Клиенты Трайлы Мы Генерируем Самодействие Или Мы работаем В следующей Классе Дальше Очень простая Верка Нужно понимать Мы Ориентированы Сейчас На Постарающей Дальше У нас Очень хороший Продукт У нас Очень Хорошая Причина На уровне Продуктовой Правды Уникальные Качественные Которые Подтверждаются 30% Дальше 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 Вторая Ситуация Это Это Market share Опять же Дальше Трайлов Часто Тоже Заюзное Слово И Дальше Здесь Другая Ситуация Далее здесь мы нацелены на отпустить кто-то у кого-то другого, да? Отпустить кого-то, да? И здесь вот так же ситуация. Нам нужны новые технопоклады, нам нужны, соответственно, сообщения в рейде, и у нас очень классный вопрос. Или же нам нужна типа еще аудитория, да? И ровно такой же вопрос. На программу или на программу? Здесь так же способ видеть, понимаете? Мы не так знаем. Но специально здесь пустим, можно что-нибудь. Которые можно попробовать, Учились, учились, учились надо, можно получить какую-то конкуренцию. И вариант А... Рынок, да? В сути у нас такая история. У нас есть бренд А, бренд Б. У нас есть видеорынка, есть... Я понимаю, что в реальности это не так. Я надеюсь, вы тоже понимаете, там очень много разумов. Но, грубо говоря, что происходит, если вырос рынок? Нужно понимать, что вот ровно та доля, которая добавилась к А, вот ее А не поглотит. Поэтому, если мы, как бренд Б, бренд Полу, пытаемся растить рынок, нужно понимать, что мы приносим огромное количество новых потребителей для нашего конкурента. И этот вопрос очень простой, который часто мы тоже пускаем из них. Поэтому для Б, скорее, чаще, или, по-моему, 100 лет у своей доли. Убивать лидера, перестраивать. Здесь важная вещь. Очень хорошая работа. Вообще, в принципе, об этом даже говорим без смысла. Потому что мы понимаем, что это. И... Одна из их компаний, которую они реализовывали, начиная с 70-х, и сейчас периодически к ней возвращается. И, собственно, мы говорим... И здесь, собственно, в России, мы с этим уже сталкивались и в Литве, и в Большинстве. Везде, в Санкт-Петербурге работают. Смысл такой — разделить другом. Да, именно, и мы делаем все очень здорово. И еще, групп, talk with your friend. Супер! 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 Вот если вернуться сюда... Что здесь будет? Мы... Что это касается здесь будет более? Очевидно, люди. Да? За счет новых или за счет текущих? Очевидно, мы генерим новых за счет работы с текущими. Да? Понятно, что это было. Да. Ну, только понятно, что это было. Окей. Другая ситуация. Это, как сейчас, чем брони начали. Спустя 60 лет, которые... Мока-кола, дизеры безоговорочные, монстры. После этой кампании Coca-Cola изменила свой сайт. И все сотрудники PepsiCo по всему миру получили один день выходных. В тот день, когда покупок изменил свой рецепт, все сотрудники PepsiCo праздновали. Потому что они заставили своим поведением лидера рынка что-то изменить. Потому что лидер, естественно, понимаешь, очень глубокой опасности. Пепси! 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 Ну, в том смысле, что они думают, потому что молод, да, вроде как, молод лидер, они самые вкусные, но, в конце концов, тот вкус, который им нравился, при тесте в санкул, оказался и пепси. Вау! И усилён более, они сделали эту коммуникацию, и в итоге были в том, что они расстановлены. Вот работа из вопросов на целях. Великолепный кейс. Это последняя работа, которую я покажу. Это работа о великой стратегии, хорошем дисциплинарном мышлении, прост дисциплинарном мышлении, лично и сложной работе, горши с дисциплинарами и емкость всех. Наверное, кто-то знаком с брендом Сэнсбрейс, это кто-то знаком с брендом Сэнсбрейс? Окей, это британский бренд, это большая сеть ритейл-магазинов, топовым магазином. Это кейс-дерекрёст. Так вот, ам... Я сейчас покажу Робер, потом он может... Мальчистос и ресторан, мы должны быть в этом, даже когда мы показываем, в Слит-шопе. Украин-хам... Мальчистос и филонders hundreds бед, поэтому они удаются как много grain, Остальное сообщение о декоммуникациях был обоих. с 3-метровой силой. Наверное, всем известный JMO и Руслан Санатов. Так вот, вкратце, что здесь произошло. Это был повторный пич для нескольких агентств. Для текущих агентств на тот момент BBDR, MLV, и ряда еще дополнительных агентств. Повторные пичи, они всегда неприятны. Они ставят под сомнение в работу и хорошо. Сейнсберис пришел с очень простой задачей. Увеличить чистую прибыль за 2 года на 2,5 миллиарда фунтов. Так вот, драма большая. Ну и естественно, все начали думать, а за счет чего мы будем расти? Бренд, не бренд, и так далее, и так далее. И один молодой плеер в той самой черной комнате, где было много людей, плеер, кратильные команды, аккаунты, и так далее, и так далее. В какой-то момент вторглась в этот разговор и предложила освоенность смотреть на ситуацию немножко на другой стороне. Потому что все были в отчаянии, потому что они не понимали, окей, как столько денег, а за счет чего? Она сказала, смотрите, очень все просто. У меня такая мысль. У нас в неделю 40 тысяч визит в магазин. И, ну, у нас в году 52 недели, да? 2 года, думаю, 100 недель. Вот если тут немножко математика сделать, посчитать, то в принципе, да, мы можем сейчас не думать, как мы вообще выйдем на новую рольсторию, я вообще на какую-то поросу буду готовил. По большому счету, новому. Нам нужно, чтобы один человек, каждый человек, который в этих 40 тысячах в неделю есть, потратил буквально на 1 фунт 14. Это больше. Это блестящая финансовая лига, без которой появилась работа «Попробуй что-нибудь новое». Потому что кто-то потратил десятку дополнительно, кто-то потратил пять, кто-то потратил один, кто-то не потратил ничего. Но факт остается фактом. За два года они нагенерили 4 миллиона новых лигодов. Это очень хорошая работа. Поэтому сегодня не давал, по крайней мере, не старался давать какие-то формулы и так далее, а скорее попытался провоцировать волшебношение, чтобы оно было очень простым. И, собственно, я закончил напоминанием простой, хорошей ситуации в Шерной Комфомсе, когда они с доктором Вассовым охотились на того самого доктора, они лежали в Кемпинге ночью. И вдруг Шерной Комф столкнул Вассовым Богом и спросил, «Вассен, простите, а о чем вам говорят эти звезды на головой?» Вассен спросил, естественно, ну, вы знаете, решила такой вопрос встречи за ночью. С точки зрения астрологии они мне говорят о том, что, по-моему, Новободолей. С точки зрения метеорологии завтра нас, видимо, ожидает какой-то очень хороший погожий день. С точки зрения диалогии я сейчас готов допустить, что есть Господь Бог и снова заснуть. В какой-то момент Шерной Круг прерывает и говорит, «Вассен, вы идиот, у нас просто украли палат». Задавайтесь вопросами, постарайтесь проще смотреть на вещи. Если вам было что-то полезное, заберите это. Если вам все было бесполезно, уходите с тем очень хорошо. Спасибо.